Карине Геварьян была в предыдущей нашей части, и очень любопытный разговор был по поводу происходящего на Южном Кавказе. И свою точку зрения Карине высказала по поводу того, почему сегодняшнее заявление премьер-министра Армении Пашиняна, что пока не может быть подписан мирное соглашение между Ереваном и Баку. И Карине Геварьян обратила внимание на то, что две вещи, о которых не могут договориться, это граница. Правда, там Карине сказала о том, что Баку не хочет признавать территориальную целостность Армении по каким-то причинам. И второе, это не включение в мирный договор статуса армян Нагорного Карабаха. Вот что, Камран, ты думаешь по этому поводу? Ну, если брать именно урегулирование на основе территориальной целостности, то есть ряд документов. Самый свежий — это Парижская декларация, которую подписали Пашинян и Алиев при посредничестве Евросоюза. И там четко говорится, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга. Конечно, в проблемах границы она актуальна. Она еще не делимитирована, не демаркирована. И до сих пор из-за этого возникают стычки конфликта. Но здесь, конечно, нельзя игнорировать и тот факт, что Армения, даже если Пашинян подписывал эту декларацию, все-таки не до конца отказалась от претензий на Карабах, на Карабахскую экономическую зону Азербайджана, или, как Армения говорит, на Нагорный Карабах. Ну, неважно, это одна и та же территория, которая все еще остается, так сказать, не под контролем и Азербайджана, и Армении, потому что там размещены российские миротворцы. То есть вот этот вопрос, мне кажется, самый главный. И если он будет урегулирован, то в таком случае, мне кажется, уже спадет где-то процент в 70-80% проблем, которые мешают окончательному урегулированию. Но, конечно, есть и другие моменты, о которых мы постоянно говорим. Это транспортные коммуникации, которые до сих пор не открыты через территорию Армении, имея в виду Нашчеванский коридор. То есть вот этот вопрос, конечно, тоже важен, и он является одним из пунктов трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном. Ну, конечно, здесь еще надо учитывать и контекст, где Пашинян произносит эти слова. Он находится, кстати, в западном лагере. И там, конечно, он и произносил другие заявления о том, что ДКБ не справился с своей миссией по защите Армении. Конечно, это очень важный нюанс, потому что находясь в Москве, куда, кстати, он не отправил своего главу МИДа, вряд ли бы армянские представители выражались бы именно так. Тут еще внешний фактор имеет значение, кто реально помогает в продвижении, урегулировании, кто мешает. Но я так понимаю, что сейчас идет гонка со стороны западных стран, включая Евросоюз, включая Соединенные Штаты, и они буквально соревнуются, кто все-таки подпишет вот такое историческое соглашение а-ля Осло, а-ля Дейтон, чтобы именно себе приписать Лавра. Но, тем не менее, мы не видим каких-то реальных результатов, и конфликт фактически не решается, потому что Пашиняну, наверное, не хватает авторитета сказать, что мы отказываемся от тех реальных претензий, потому что, может, есть риск того, что его свергнут. Хотя, с другой стороны, мы помним, что его перезбрали, и все-таки кредит доверия к нему есть определенный, и население, видимо, может быть, даже где-то больше понимает, насколько бессмысленно тянуть с этим урегулированием, учитывая, что и с Турцией сейчас ухудшились отношения, прекратились авиарейсы. Поэтому оттяжка — это замедление экономики Армении и ее перспектив в будущем. Я как раз хотел спросить, Камран, с чем было связано вот это заявление министра иностранных дел Турции, который заявил о том, что буквально два дня назад, если я не ошибаюсь, это было, что воздушное пространство закрывается для армянских авиалиний, для спролета. И вроде бы, казалось бы, там были какие-то договоренности, открылся погранпереход для, ну, не для пока граждан Турции и Армении, но для третьих лиц, для каких-то товаров и так далее. И вдруг такое заявление. А с чем оно было связано? Ну, тут больше такой символический жест, учитывая, что Турция очень нервно реагирует на всякие моменты, связанные с террористами, атакой на их дипломатов. Вот примерно похожая ситуация, как СРПК. Просто в Армении установили памятник тем лицам, которые преследовали, охотились, уничтожали турецких дипломатов. И, конечно, для Турции это неприемлемо, учитывая, как бы мы идем к нормализации отношений, должны, наоборот, уменьшаться вот такие помехи. Но вот взяли и установили, да. Поэтому Турция это воспринимает в штыки. И поэтому решили вот... Я не думаю, что это долговременное какое-то явление. Наверняка это сообщение восстановит. Периодически мы, кстати, в российско-турецких отношениях видели, да, такое, что там то запрещали томаты, да, то разрешали. Это тоже определенные сигналы. Но, мне кажется, в целом это не самое главное именно в решении армяно-турецких противоречий. Там есть вопросы посерьезнее, да, и по событиям 15-го года, и территориальных претензий самой армии к Турции, да, вот на гору Арарат и восточную Анатолию. И, конечно, даже, наверное, более значимым вопросом является вот тот вопрос, о котором мы говорили, да, это вопрос карабахского регулирования, который тормозит именно армяно-турецкое примирение. Как только разрешится вопрос карабаха, я думаю, Турция с распростертыми объятиями откроется Армении и восстанавливает полноформатное отношение, потому что это выгодные самой Турции. Премьер-министр Армении заявил уже о том, что он прибудет на следующей неделе в Москву, это его заявление было. В оценке того, что произошло в Вашингтоне, да, на этих переговорах, кстати, и ты, Камран, и Коренев, сходитесь абсолютно, то есть там ничего не произошло. Вообще даже непонятно, собственно, что обсуждали и для чего эта встреча была. Также планируется встреча в Кишиневе. Вот для меня прямо неожиданное место для переговоров, да, и для встреч азербайджанской и армянской стороны, но это факт. Вот как ты все это прокомментируешь? Ну, что касается Вашингтона, действительно, очень странно, что переговоры идут несколько дней. Зачем их проводить несколько дней, если никаких прорывов нет? Ну, у меня что-то подсказывает, что там обсуждали не только Карабахского регулирования, но и вопросы двусторонних отношений, да, и как бы воспользовались таким шансом, таким поводом. Что касается встречи в Москве, конечно, она назрела, да, и, по сути, я всегда об этом говорил, что именно Россия и Москва являются той стороной, которая может внести решающий вклад в урегулирование конфликта, учитывая, что и миротворцы российские, да, в Карабахе находятся, и в Армении есть российская военная база, и Азербайджан стал с недавних пор стороной не просто стратегическим партнером, но и союзником. То есть рычагов воздействия и, наверное, степень доверия и к Москве намного выше, учитывая, что Баку, кстати, недавно и Алиев, выступая на одной из конференций, уже заявил, что Франция уже тратила статус посредника. То есть, ну, Франция — это равно Евросоюз, поэтому Брюссель тоже не подходит. Что касается Молдавии, но больше я от экспертов слышал такое мнение, что Грузия, наоборот, может стать такой удобной площадкой, потому что я часто слышу от экспертов по Кавказу и в Армении, и в Азербайджане, что вот они хотят сами решать без участия крупных держав, что им не дают договориться, им постоянно мешают. Вот недавно я телемост проводил, там такое мнение тоже высказывалось, между Ереваном и Баку. Возможно, в этом ключе. Я не удивлюсь, если следующий раунд проведут где-нибудь в Грузии. Почему нет? Есть любые переговоры, мне кажется, если действительно они приводят к какому-то успеху, и нет какого-то навязывания и просто демонстрации того, что вот мы провели в Вашингтоне, а не в Москве. Смотрите, как бы Россия утратила влияние. Любые вот нормальные, объективные переговоры, результативные, они устраивают и Армению, и азербайджанскую сторону.